Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Рада приветствовать вас И сегодня у нас в гостях Гости из России Но уроженка Риги Можно сказать рижанка Елена Иванова-Летягина Флейтистка, солистка Кировского симфонического оркестра И Кировского камерного оркестра Судьба у Елены очень интересная Сначала она родилась в Риге Затем переехали с семьей в Ташкент Где она получила музыкальное образование После этого перебрались в Киров И сейчас Елена два-три раза в год Приезжает в Ригу с концертами Когда я работала еще в Церкви Святого Павла Мы с Еленой отыграли достаточно большое количество концертов И сейчас наша встреча тоже не случайная Мы с Еленой будем играть 18 января Сразу два концерта в Англиканской церкви И в старой церкви Святой Гертруды И к нам присоединится Ирина Валикжанина Виолончелистка Собственно говоря, которая тоже из Кирова Вот такой у нас музыкальный коллегиальный цех Здравствуйте, Елена Здравствуйте И будем, конечно, рассказывать и о наших концертах И о вашей творческой судьбе Действительно очень интересно родиться в Риге Как вы сказали, два года всего прожили Потом вас перевезли в младенчестве в Ташкент Ташкент – это Узбекистан Тепло, солнечно И, наверное, многие рижане мечтали бы жить В таком прекрасном климате Скажите, пожалуйста, как вы пришли к флейте? У вас родители музыканты? Как появился такой непростой инструмент? Это на самом деле было очень просто Будучи ребенком, я смотрела телевизор Увидела, как какой-то дяденька играет на блестящей дудочке Он играл виртуозно, красиво Звук мне понравился Я подошла, ткнула пальчиком в экран и сказала Я хочу играть на этом Ну, мама очень обрадовалась Поскольку фортепиано не входило в ее планы Поскольку это, опять-таки, занимало место Тогда квартиры были маленькие в Советском Союзе И радости не было предела Она подумала, о, это я куплю с легкостью А, кстати, не было разочарования Ведь все флейтисты начинают не на поперечную Вот этой вот серебряной дудочке, как вы сказали А начинают на блок флейте Это уже деревянная трубочка Которая это вот, как вам? Нет-нет-нет, вот моя судьба началась сразу с флейты У меня не было в жизни никакой блок флейты Я вообще не знала о существовании этого древнего инструмента вообще Пока не пришла на работу И мне сказали, что я должна на ней учить детей И я ее взяла в руки и начала ее разглядывать И говорить, а что это такое? А на меня точно так же стали смотреть Как, вы не знаете? А откуда мне узнать, если мне сразу дали флейту в руки? Сразу А подождите, но это уже в Кирове вам дали блок флейту или в Ташкенте? Нет-нет, это все в Ташкенте А как тогда получилось, что если вы в школе учили сразу на поперечной флейте То миновали блок флейту Почему у вас? То есть это не методика? Это решение было преподавателем Я была уже взрослая А, то есть уже в 8-й год Нет, ну нет Все равно еще, наверное, в это время начинать Все-таки с флейта Но это его решение было, да? Да, он увидел во мне, видимо, уже потенциал Посмотрел физическую форму А физическая форма была у меня всегда очень хорошая У меня родители очень любят спорт Отец спортсмен, фигурист Мама тоже обожает спорт И они меня в спорт отдавали буквально с самого младенчества Ну, не младенчества, конечно, но как вот уже можно было, да? И я тоже была такая спортивная Поэтому я думаю, что просто по физической норме Я тоже так сейчас выбираю детям Вот смотрю, если он высокий, крупненький Я сразу рекомендую, не нужна эта блок флейта Это такая форма для 3-4-5 лет, ну 6 лет Но дальше лучше переходить на профессиональный инструмент Потому что там иное взятие звука Отличается, да? Звук отличается Очень, очень сильно отличается Поэтому лучше сразу учить на профессиональном инструменте Ну, потише, может, помедленнее Да, но родители у вас не музыканты, спортсмены Как они отнеслись к вашему профессиональному выбору? Одно дело, ребенок балуется, учится в музыкальной школе Услаждает гордыню родителей, концерты, красивые платья А вот потом уже профессиональный путь Тем более, это советское время, когда наша система стала рушиться Особенно музыкальная профессия перестала быть такой престижной, как раньше Как они отнеслись к вашему выбору? Мама прекрасно отнеслась Папа всегда был за то, чтобы человек был занят Вот он занят, если у него это получается в той или иной мере Пусть он этим занимается и дальше А если это перейдет в профессию, то почему нет? Если ребенок может и успевает, да? Поэтому мама всегда мне говорила Ой, прекрасная профессия, преподаватель музыки Сидишь в красивом кабинете, тебе приводят красивых, чистеньких детей Ты будешь о музыке говорить Ну это прекрасная профессия Ну и преподаватель у нас был настолько веселый человек Как звали преподавателя? Исаков Хашим Исакович Мы просто все время переворачивали его Хашимов Исак Хашимович Исаков, и я все время путалась Это была такая, знаете, веселая история для нас Мы все время путались То, как вы сейчас медленно это сказали Это уже как мантра, да? Исаков Хашим Исакович То есть ночь разбуди, и вы это вспомните Да, и вот он явился, естественно, как эталон, образцом Потому что веселый, всегда подтянутый У него всегда есть работа, они ездят на гастроли Ну что тут плохого? В музыкальную школу придет, все весело Все так легко, как будто бы Ну он умел создать просто такую атмосферу Но он вас увлек и в колледж дальше, да? Да, потому что он там преподавал Он был преподавателем в колледже И, соответственно, училище тогда назывались Училище, да, да, специальное училище Тогда не было колледжей Вот, и он, конечно же, увлек за собой И дальше, ну уже, к сожалению, он ушел по каким-то причинам Ну и дальше я уже училась там, как у других преподавателей Понятно Ну а с удовольствием в колледже Я помню, когда училась сама Ну у нас уже как раз первый мой год, когда я поступила в Оренбурге В Оренбургский колледж Это стал первый год именно колледж, не училище И я помню, как раз флейтисты, духовики Это был самый богемный народ Который на теорию музыки никогда не ходил На музыкальную литературу никогда не ходил Мы всегда их видели или в курилке Или прохлаждающимися там в фойе колледжа Но при этом всегда, когда выходили на сцену Это прекрасная там мелодия Глюка из Орхеи, да? Вот, то есть как у вас проходил музыкальный колледж? Ну, опять-таки, точнее, училище Училище, училище, да Да, 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 это все-таки вот Иное может быть состояние духа Вот сейчас я работаю в колледже, да И очень часто те, кто того времени говорят Училище, я говорю, колледж, извините По факту сейчас колледж А вот тогда было по факту училище Я училась очень хорошо Я вообще была просто способным ребенком во всем Меня можно было, по-моему, отдать куда угодно И я там бы развилась Но единственное, творчество Хотя и в спорте было все хорошо Просто там не складывалось Есть моменты, да, когда у вас как тетрис складывается И тогда у вас это развивается, да Ваш талант или ваша способность Но вот так сложилось, что у меня развилась Из всех моих способностей и талантов Вот прошла Любовь к флейте Видимо, прошла через педагога И вот это развитие пошло Там на теорию мы ходили На мультивературу мы ходили Я везде была отличница Я все время была отличница Меня все время ставили Пионерка Пионерка, комсомолка Там все, что хотите Главное, вот смотрите Все четные концерты С участием Елены Ивановой-Летягиной А вот это нет Почему? А вот почему-то у меня не шло с концертами в училище Как так? А потому что мой педагог, наш педагог Ушел и оставил нас Так сказать, вот мы как без мамы Да, без папы остались И мы 4 года там неясными делами занимались Мы ходили везде, да Учились как могли А педагога у нас не было как такового У нас что-то передавали Из рук в руки, да Ходили Да, как без времени такое Мы попали 4 года у нас очень было сложно 4 года это целый курс То есть это просто весь Да, нас то кларнетист подхватывал То завотделением трубач То наш педагог какой-то Он такой был странный Не очень ему было это интересно В общем, все было сложно То есть 4 года Было прекрасно еще дирижер Ева Маркович Петров Он очень тоже небезучастный был К нашей судьбе Вот нас, флейтистов И вот нас как-то, знаете Вот так вот Как вот передавали просто И мы не росли Мы вот просто пережили Можно сказать 4 года пережили Надо жаль Фактически профессиональное становление Происходит у вас Но повезло, что есть талант Потому что многие просто могли уйти Из профессии, конечно В такой период Да, это можно было Могло так сложиться Очень легко Ну а как тогда получилось Что вы пошли в консерваторию Учитывая, что у вас Можно сказать Такой был бедный опыт Концертирующий И исполнительский В колледже В училище Вот тут трудно сказать Может быть, мое упорство Может быть, то, что все мои подружки поступили И тут Ну как это я не Они могут А я не могу Но дело в том, что, конечно Национальный вопрос никогда не исключался В национальных республиках И, соответственно, национальным кадром Всегда было предпочтение Это было не тайно Но, конечно, это не озвучивалось Ну да В открытую Ну сейчас об этом можно спокойно говорить Я считаю, что Да, Лена Иванова В общем, это не Гульбахор Хайрулаевна И тут Ну что сделаешь? Ну вот Надо выше быть Выше Мне говорили Ты должна стать выше Я начала, значит, ходить к профессору Ну, брать и частные уроки И, значит, частным образом По фортепиано заниматься Частным образом Теорию изучать Гармонию И так В общем Вот этими усилиями Вот так я В общем Поступила в итоге И Ну, доказала профессору свой интерес Он говорил Ну, я не видела в твоих глазах интереса А сейчас вижу Ну, смотри, как ты Моцарта играешь А это все благодаря моей пианистке Она очень кропотливо со мной Отрабатывала моменты Концертмейстер ваш, да? Она не концертмейстер Она была частным пианистом Ага, понятно Она просто со мной занималась Она прям трудилась Она видела, что в меня можно вложить И она реально из меня выжимала Вот все, что она видела Она прямо брала Она в этом отношении сделала Вкладывалась Она вкладывалась И она сделала вот то, что она сделала То, что мы сейчас можем Наслаждаться Ну, в консерватории начался концертный опыт Или все точно так же Больше по оркестрам? Там тоже не начался концертный опыт Поскольку я работала в школе музыкальной И родился ребенок А, у вас? Да Вышли замуж Стали Ивановой Летягиной сразу Ну, не совсем так Это отдельная история Ну, в общем, вот Ну, да И тут опять-таки, да Вот И получается, что весь концертный период у меня начался Тогда, когда я переехала вот в Киров Когда после развала Союза Нам... Мы должны были выбирать, куда мы поедем А почему вы решили? Многие остаются? Или все-таки вот настолько национальный вопрос стал ребром Что лучше было уехать, да? Да Он... 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 Может быть, это муссировалось очень серьезно в масс-медиу Может быть, это навязывалось, это ощущение людям Потому что сейчас живут и нету такого какого-то, да Вот как тогда Тогда это было уплотнение, да Вот ощущение вот этого неуютности вот этой Ну, я знаю много семей, которые уехали Именно вот как раз вот Как будто вот именно... Не как будто, а именно по национальному признаку Рассказывали очень много негативных историй Как раз именно интеллигенция, музыканты И остались единицы И удивительно, что те, которые остались единицы Прекрасно сейчас живут в тех республиках Видимо, какой-то... Пережить Да, действительно был очень сложный период Вот, и значит, вы выбрали Киров Это не я, это родители выбрали Они выбрали, да Ну, согласитесь, вы тоже выбрались Вам уже было... С ребенком даже были Да То есть вы уже фактически, у вас семья Ну, я была, можно сказать... Нет, я была все-таки еще под ними С родителями И они меня, так сказать... Можно сказать... Увезли, а я спокойно к этому Отнеслась безропотно, вот так сказать Но концертная деятельность у вас в Ташкенте-то и не складывалась То есть вы там стали преподавать Да И то, что вы уехали в Киров Оказалось достаточно благополучным Потому что вы сформировались и как концертный сольный исполнитель И как участник симфонического оркестра И камерного оркестра, да И сейчас вот Елена Иванова-Летягина Солистка, первый пульт симфонического Вятского симфонического оркестра Это город Киров И камерного оркестра Это достаточно сложная работа Совмещать, во-первых, два оркестра Потому что это разные функции Конечно, везде как бы соло Потому что духовики все-таки это солисты Это не как струнная группа Но в то же время это огромная ответственность Вы представляете, там, например, звучит оркестровая масса А тут должна вступить флейта с прекрасной мелодией Но буквально на 30 секунд И вот к этим 30 секундам нужно быть идеально готовым Надышаться, вовремя вступить и исполнить То есть вот это солирующее, это инструменты Это двойная или даже тройная ответственность в симфоническом оркестре И вот вы пока, мы общались за студией И говорили, что вам устроили прям целый конкурс На то, чтобы занять первый пульт Ну расскажите нашим слушателям Ну я приехала, тоже пыталась пристроиться, устроиться Вот, и мне сказали, ну раз у вас красный диплом Значит вы умеете хорошо играть Я говорю, ну естественно Вот, и собрали, так сказать Комиссию Комиссию, да, из лучших музыкантов Из ведущих города Кирова В училище в этом Потому что это считается самым таким культурным центром Классической музыки И вот они все пришли в класс Это было три ряда Небольшой класс, но три ряда Все три ряда были заполнены То есть человек 20 было Да, в общем сердце у меня там Это конкурс Это было что-то такое серьезное Причем мой концертмейстер, который мне подыгрывал Он сказал, Лена, успокойся, ну что ты, господи, ты так прекрасно играешь Что ты, что ты так волнуешься А я вот, что это, как меня слушают, да, с таким вниманием Ну я же не знаю, что, о чем люди думают, да И потом я совсем новый человек Вот в этой системе, я ни страну не знаю Ни порядки, ни характера, ни реакции Я вообще ничего не знаю, я только приехала То есть вот я на живом, да То есть прям конкурс, конкурс Такое часто даже снится потом во сне Неоднократно, ну и, наверное, на всю жизнь запоминается программу, которую играли Да, это была валашская фантазия Доплера Церенца Доплера, вот Ну она такая действительно показательная, очень красивая Может быть мы ее исполним когда-нибудь Да, да, не, она правда полностью на флете, так сказать Аккомпанемент такой очень приятный Щадящий Щадящий, да Ну и как все прошло? Ну прекрасно, сказали мы Теперь вас утверждаем На первую флейту И я опять схватилась за сердце Потому что для меня это серьезная ответственность И я пришла домой и села в коридоре Зашла, мама говорит, ну как, я села на тубареточку То есть вас сразу в этот же день утвердили, да? Да, да То есть они послушали, сказали идеально Да, села на тубареточку и начала рыдать Мама села, начала рыдать вместе со мной Обнялись и рыдали Обнялись, она говорит, Аленушка, да не ходи ты туда Раз ты так расстраиваешься А я ревую, говорит, нет, я пойду Нет, я пойду, я буду, я буду играть Так вот, наши гости сегодняшние Первая флейта Вятского симфонического оркестра Это город Киров Даст два концерта 18 января В Англиканской церкви в 15.00 Это программа Иоганн Себастьян Бах Это мой авторский цикл Все сочинения Иоганна Себастьяна Баха для органа И мы с Еленой исполним сюиту до минор для флейта и клавира Клавир это было емкое объединение всех клавишных инструментов эпохи барокко А второй концерт, это 18.00 в старой церкви Святой Гертруды Мы исполним вместе с виолончелисткой Ириной Валикжайной Которая также родилась в Кирове И является постоянной участницей И у них сложившийся дуэт и трио с Еленой Ивановой Летягиной И вот мы вместе исполним также такой концерт Называется нескучная классика Концерт для всей семьи А сейчас небольшая рекламная пауза Вернемся к классической музыке после перерыва Я так заговорилась с нашей гостьей Флейтисткой Еленой Ивановой Летягиной Что даже забыла о концепте нашей программы О том, чтобы рассказать вам, куда же можно сходить на этой неделе А сегодня я приглашаю вас на прекрасную постановку Травиата в оперном театре Опера, шедевр, можно сказать бестселлер Это Джузеппе Верди Опера, которая прославила его на весь мир Еще при жизни И в принципе Верди один из главных итальянских мелодистов И не только итальянских Его мелодии пели во всем мире И Травиата, наверное, одна из лучших Все-таки его опер Которая ставится, наверное, в каждом театре В любой точке мира Самое главное, что сегодня выступает Известная уже нашим слушателям Юлия Васильева Как раз в партии Виолетты И Юлия Васильева прекрасные концерты давала В англиканской церкви Тавы Марии И мы с ней до этого еще исполняли Перголези, Стабет Матер У нее очень глубокая, сильная сопрано Как раз для оперного театра И плюс ко всему такая очень красивая внешность Мне кажется, просто идеальный образ для Виолетты Для Джузеппе Верди И Юлия говорила, что это была роль ее мечты Она долго к ней готовилась И сегодня у нее дебют Несмотря на то, что опера Премьера оперы состоялась уже несколько лет назад И это репертуарный спектакль Тем не менее, Юлия как раз именно сегодня Дебютирует в этой партии Потому что партии солистов могут заменяться И вот как раз Елена Иванова-Летягина Флетистка в нашей студии Я хотела спросить Вы в операх участвовали или в Кирове нет оперного театра? В Кирове нет оперного театра И идут разговоры О его создании Ну как здорово, да Вот Сейчас у нас идет усиление вообще И интереса к работе симфонического и камерного оркестров В Вятской филармонии И идут определенные материальные денежные вливания На то, чтобы повысить статус, уровень нашего оркестра И отсюда, ну здесь же и вертятся разговоры и о оперном театре О театре, опера и балета Это надо строить, да, здание? Или есть здание оперного театра? Скорее строить Потому что все-таки нужно правильную акустику делать Все делать правильно Потому что филармония – это филармония Конечно А театр, опера и балета – это все-таки иное сооружение Ну вот, кстати, оперы – это тот жанр, который часто ставит в концертных постановках Ваш оркестр практикует такие постановки, делаете? Бывает, но не часто Чаще просто, естественно, знаменитые арии Да, просто исполнить Какие-то такие циклы Самые знаменитые, да, чаще всего знаменитые Ну вот сейчас приезжала сестра Гергиева, привозила Лариса Гергиева, да Лариса Гергиева привозила своих птенцов, как мы их назвали Вот, и мы с ними и Самсона Далилу, и Онегина, и Ленского Ну, то есть, когда к вам приезжают какие-то певцы Она к нам постоянно приезжает Ну, Лариса Гергиева, я хотела бы немножко рассказать нашим слушателям Это большой сподвижник, и просветитель, и помощник молодых талантов Это сестра знаменитого, известного дирижера Валерия Абисаловича Гергиева И у них есть оперная школа, студия и во Владикавказе Но самое главное, они сейчас открыли при оперном Мариинском театре И там у нее школа, где они, можно сказать, выпестовывают себе действительно птенцов Певцов для постановок в Мариинском оперном театре И их выпускники, ученики потом разъезжаются по всему миру, прославляя русскую вокальную школу Действительно, очень серьезное такое сподвижничество И Лариса Абисаловна делает огромную работу Раньше в Москве такую же работу проделывала Галина Вишневская И она, у нее также, сейчас существует школа оперных певцов И также при Большом, в Большом театре тоже есть такая школа молодых певцов Но, наверное, вот самая известная, самая популярная такая вот школа И, конечно, Ларисе Абисаловне в этом смысле немного легче вести деятельность Потому что все-таки под крылом Валерия Абисаловича, у которого правительственная поддержка И здорово, что они могут ездить по всей России И показывать прекрасных музыкантов, прекрасных певцов И таким образом помогая певцам встать на профессиональный путь Ну вот, я вас пригласила, дорогие друзья, сегодня в оперный театр На постановку «Травиата» с участием Юлии Васильевой 17 января в пятницу в 19.00 в Большой гильдии Очень интересный концерт Там будет Бах и его сыновья, синфонита Рига Также еще будет 25-й концерт Моцарта Исполнять будет немецкий клаверист, если можно так сказать Он будет играть и на клавесине, и на клавикорде И на фортепиано И самое, что интересное Участники синфониты Рига в серке Странта Будут играть на старинных инструментах Что это значит? То есть, может быть, даже на обычной скрипке натянут жилы И также будут использованы деревянные духовые инструменты старинные Вот Елена Иванова Летягина пропустила в своем обучении блокфлейту А блокфлейт – это как раз старинный инструмент Сейчас, хотя он существует во всяких вариациях Это такая дудочка Бывает пластиковая, бывает деревянная Но искусство на блокфлейте – это отдельный искусство То есть, есть прям исполнители на блокфлейте И это просто, мне кажется, совершенно другой инструмент И, как вот Лена сказала даже, что это и подача воздуха совершенно другая Просто другой инструмент Я вот хочу, так сказать, немножечко добавить Что в итоге я, естественно, очень хорошо ознакомилась с данным инструментом И вполне себе им владею Могу играть очень много какого-то репертуара Такого, который можно действительно красиво представить Без каких-то огрехов Потому что очень сложная аппликатура для мальчиков Но вот в прошлом году мы совершили такой некий подвиг Как меня все флейтисты поздравляли Искренне сказали, ну, ты совершила подвиг Наш дирижер решил тоже в аутентичность, так сказать В пасть В пасть, да Можно этот глагол употребить, да И он нам предложил с моим коллегой сыграть Иоганна Себастьяна Баха На блокфлейте Бранденбургский концерт номер 4 Ну, какой-то из Ну, вот я боюсь Ну, по-моему, 4 Нет, это не просто на блокфлейте Это альт-блокфлейте На альтовой Альт-блокфлейте Мой коллега специально купил У меня она была И я месяца два Очень кропотливо изучала Вот это Что там с пальцами Ну да, там же даже ты немножко сдвигаешь У тебя четверть тона Да То есть это настолько должна быть Скорость нажатия очень высокая И ты должен точно, точно, абсолютно На вот эту долечку этого отверстия попасть И я тренировала себя просто Когда я издала первые звуки У меня сын с мужем открыли дверь И спросили, что случилось Я говорю, пожалуйста, не мешайте Не мешайте Вот, в итоге получилось очень здорово, да Красиво Да А коллега играла на просто На спорановой, да Нет, тоже Это для двух альт-блокфлейт Для двух альтовых Для двух альтовых Но надо же Да Красиво Вот такую интересную вещь в Кирове Совершили Но а есть какой-то современный аналог То есть или это вот Чтобы сыграть вот этот брендебургский концерт Так и нужно То есть нужно брать Так на них и играют Потому что, конечно, вот, например Есть произведения для гобоя старинные И они прекрасно исполняются на обычном гобои Нет, мы можем сыграть Точно так же вот мы с вами можем играть Мы будем играть с вами 18-го ситу Для флейты и клавира Понятно, что она писалась для флейты траверса Но она сейчас спокойно играется на поперечной А вот какое, на чем можно тогда играть Если это альтовый флейт Точно так же на этой же можно Единственное, нужно транспонировать А, то есть надо все Ну, это не так сложно Но это, наверное, менее сложно, чем научиться на альтовый флейт В разы Просто в разы Потому что альт-блок флейта Это еще отдельно Потому что там не только отверстие Она длинная Нужно определенным образом ставить руки И еще там есть рычаги Да, это очень-очень сложно Но это безумно интересно И, конечно, это направление Аутентичного исполнения музыки эпохи барокко Оно как раз получило расцвет Вот это как раз, о чем вы говорили В начале 20 века Стали изучать трактаты И, кстати, вот то, что 17 января В большой гильдии будет исполняться музыка Сыновей Иоганна Себастьяна Баха У него три гениальных сына Которые затмили своей славой При жизни отца Старший сын, первенец Карл Филипп Эммануил Бах И второй сын Вильгельм Фридеман Бах Это два сына От первой супруги Иоганна Себастьяна Баха Марии Барбары Бах У них осталось Первая жена Скоропостижно скончалась У них осталось четверо детей Еще дочка Лисхин Которая практически всю жизнь Жила с Иоганном Себастьяном Бахом В одном доме И со второй супругой Иоганн Себастьян Они были очень дружны Это Анна Магдалена Бах Дочка местного трубача Ну, местного в то время Когда он жил в Кеттане И как раз от Анны Магдалины Бах Которая на минуточку родила Ему еще 14 детей Да, мы знаем И гениальным оказался Еще Иоганн Кристоф Бах Ну да И они разобрелись, конечно По всей Германии Их называли Лондонский Бах Гамбургский Бах И они были гораздо Гораздо более известны И вот музыку вот этих сыновей Иоганна Себастьяна Баха Можно послушать 17 января В 19.00 в Большой Гильдии Но что самое интересное Карл Филипп Эммануил Бах И Вильгельм Фридеман Бах Были наследниками Всего творчества Иоганна Себастьяна Баха Он им оставил Все рукописи Которые После него остались Все издания И Карл Филипп Эммануил Бах Был таким дотошным Он был прекрасным пианистом Писал, кстати, оперы Камерную музыку У него У одного из немногих Эпохи уже Как говорили Бури натиска Есть несколько произведений Для органа И, кстати, у него Прекрасное сочинение Для флейты Которые играла Елена Иванова-Летягина С камерным оркестром Концерт для флейты И камерного оркестра Но вот к чему я хочу сказать Карл Филипп Эммануил Бах Оставил трактат Это мелизматика Украшения Как правильно играть Музыку эпохи барокко Как правильно играть Все эти черточки Крючочки Которые Червячочки Которые записаны Над нотами То есть представьте себе Дорогие слушатели Нотный текст А сверху Сверху Всякие закорючки И эти закорючки Полностью меняют текст То есть это Как бриллиантовое украшение В ушах Если Оденешь Слишком большие Хрупкая дама Оденет Это будет выглядеть Пошло и некрасиво И то есть Вот украшение Как правильно играть Их Это был Это настолько тонкий вопрос Который до сих пор Стоит Потому что Он до сих пор Все время в сомнениях Так трактовать Или С какой ноты играть С верхней ноты С основной А тут можно и с нижней Если вдруг он перечеркнут А перечеркнутый он Или нет Это действительно такая была Большая работа И музыковедов перевести Но Вот за этим трактатом Карла Филиппа Мануила Баха Гоняются все музыканты И Когда Я Только начинала Свою творческую деятельность Я еще работала В Министерстве культуры Российской Федерации И мне кто-то подарил Эту книгу Ко мне Преподошел Я ее Так же Как все обычные книги Просто Поставила на полку Не посмотрев Что это такое Вот И тут Ко мне приходят Прекрасный исполнитель Эпохи барокко Сергей Полтавский Он играет на Виольдамур И на Альте Ученик Юрия Башмета И увидел меня на полке Карла Филиппа Мануила Баха Говорит Лена Дай скопировать Я не могу найти Этот экземпляр Действительно За ним в России Все гоняются Это Потрясающая книга Но Что я еще хотела вам сказать Интересного Дорогие радиослушатели Дело в том Что как раз Карл Филипп Мануил Бах Тщательно хранил Все наследие Иоганна Себастьяна Баха А вот Вильгельм Фридеман Бах Был выпивохой И весельчаком И можно сказать Все его наследие Прокутил Он мог его Он мог его Просто продать Подарить И возможно Сегодня было бы Еще гораздо больше Творчества Иоганна Себастьяна Баха Если бы оно Полностью попало В руки К старшему брату Карлу Филиппу Эммануилу Баха А вот Вильгельм Фридеман Как история Распорядилась Печально Рассказывают Как будто Феликс Мендельсон Бартольди Однажды Кстати мне эта история Кажется сомнительной Потому что Как будто Он пошел На рынок И мясник Завернул Мясо Кусок мяса В ноты И якобы Феликс Мендельсон Открыл Увидел Баха Он знал Баха Потому что Он учился У Цельтера Это великий Полифонист Контрапунктист И кстати Также учитель Моцарта И вот Когда он обнаружил Что рукопись Говорит Как же так возможно Но конечно это миф Знаете почему друзья Потому что Феликс Мендельсон Был сыном банкира Дворянин Ну как он мог сам Пойти в те времена На рынок К мяснику Покупать мясо Конечно это невозможно Потому что Феликс Мендельсон Занимался музыкой Играл на альте На флейте Рисовал Ходил Кёте Чтобы тот Его прослушал Сфилософствовал Какой тут рынок С мясом Конечно Но тем не менее Это просто такая Легенда Которая Говорит о том Как Творчество Иоганна Себастьяна Баха Нивелировалось Что Ко времени Феликса Мендельсона Он был полностью Забыт Его не И именно Феликс Мендельсон Спустя сто лет После создания Страстей по Матфею Это великое сочинение Иоганна Себастьяна Баха Его исполнил Вновь И Вернул Открыл Вернул Жизни И открыл Европе И миру Это произведение Но тем не менее Эта история Как раз Характеризовала Нрав Второго сына Любимца Вильгельма Фридемана Баха И именно его Конечно Иоганн Себастьян Бах Любил Более всего И вкладывался В него Более всего Потому что Карл Филипп Эммануил Бах Был Левшой А в те времена Левша Это сразу Ну тебе ставит Крест Потому что На струнных инструментах Ты играть не умеешь Не сможешь На скрипке Играть не можешь На виоле де гамбо Играть не можешь Ты только можешь Играть на клавесине Клавикорде Органе Что с тебя взять Так к нему Отец и относился Но так кстати Отцу Иоганн Себастьяну Баху Посвящен Мой цикл Все сочинения Иоганн Себастьяна Бах Которую я буду исполнять На протяжении Двух лет Один раз в месяц Концерт Проводится И ближайший концерт Как раз 18 января В 15.00 В Англиканской церкви И Я там исполню Прелюдию фугу Ля минор Прелюдию фугу До мажор Хоральную прелюдию Из лейпцигских хоралов А также С нами выступит Со мной выступит Елена Иванова-Летягина Наш сегодняшний гость И мы с ней Исполним суиту До минор Для флейты И клавира А еще Мы исполним С Ириной Валежаниной Сонату Для виолы До гамба С клавиром Ну вот Орган будет В партии клавира Дело в том Что как раз Как я уже до Перерыва сказала Клавир Это было все Что можно было сыграть На клавишных инструментах Сейчас это и фортепиано Да То есть Сейчас чаще всего Играют конечно С фортепиано Все флейтовые вещи Но И с каждым инструментом Произведение звучит Совершенно иначе Абсолютно Нужны другие темпы Да Вот мы Например Сегодня репетировали В англиканской церкви Выяснили Что в сюите Фугу Фактически в два раза Медленнее с органом Нужно играть Чтобы услышать Темы Развучало Развучало Все И какие-то медленные части Опять-таки нужно играть Более подвижно Какие-то быстрые Немного медленнее И вот эта вот специфика Которой солист В данном случае Флетистка Елена Иванова Летягина Должны каждый раз Подстраиваться Да То есть К инструменту Одно дело с фортепиано Сыграть Другое дело Сыграть с клавесином С клавесином Конечно, это все наоборот Еще более стремительно Более подвижно А с оркестром Это другие ощущения Да А вот как с темпами В оркестре Ну, тут, естественно Больше ориентация Идет на дирижера И как дирижер Взаимодействует С солистом Да То есть Насколько Вы друг друга чувствуете Так он И может держать Коллектив Если вы с ним Можете Музицировать Да Профессионально То, естественно У вас и с коллективом Все сложится Ну, если коллектив Нормального уровня Вот Ну, а так Проблем, конечно Особенных нет Потому что Тут главное Найти Контакт Контакт Консенсус Как ты Вот это ощущение Пульсацию И он уже Передает дальше Потому что Потому что Ты же Затылком Ничего Там Особо Не можешь Хотя Помните Дирижеры Тоже были И солистами Ставили с этим И вот он Такой опыт Сделал Значит Он играл Концерт Моцарта И когда он Играл Естественно Он не мог Нами дирижировать Может быть Что-то Взмахнет Буквально А так Вот Ну почти Ну не совсем Без дирижера Ну как Вот в старей Манере Орока Классицизма Дирижера Еще не было И исполнитель Солист Как раз Организовывал Весь коллектив Или первый Скрипач Или солист Ну вот кстати Концерт У Лены И у меня Также 18 января Будет не один То есть 15 часов Мы играем Музыку Баха А 18.00 В старой Гертроде Мы играем Нескучную классику И там Чего только не будет И Синсанс Карнавал животных И Фрагменты Из балета Щелкунчик И также Будет шутка Баха Лена Насколько Для вас Типично Исполнить Два концерта С разной Программой В один день Ну Это не сказать Что это Очень частая Практика Ну бывает И три Да А вас Не удивишь Нет Я не удивлена Главное Чтобы Мне Просто В стиле Оставаться То есть Конечно Если бы Это был Джазовый Какой-то Концерт Я бы Очень редко Ну и Такая практика Была Я выступала На джазовом Фестивале В Ярославле И мы там Взяли место С джазовым Оркестром Играла То есть Практика Есть Огромная Практика Очень Большая Практика Ну естественно Я все равно Себя ощущаю Классиком Это уже Однозначно Поэтому Если я остаюсь В своей манере Да Ну вот Сколько Выдержу Столько Пожалуйста Берите Меня Любите А я Вас Да Ну вот Какой Любимый Композитор Из того Что будем Исполнять В детском Концерте Все равно Это же Немножко И Вот что Для вас Детский Концерт Отличается Он По подготовке Или может быть По отношению Или это все-таки Вот такой же Полноценный Концерт Как и Обычный Вообще Это обычно Полноценный Концерт Это не бывает Детский Это детский Для восприятия Просто программа Выбирается Только то что для детей То что это легче Музыка Да Мы как взрослые Психологи Мы вычисляем Что именно Вот эту музыку Ребенок воспримет С большим удовольствием Не будет сидеть Вертеться Ногами шатать Кричать Ронять Свои Эти Бегать Бегать Потому что мы понимаем Что вот эту музыку Ребенок выслушает Терпеливо В течение 40 минут Мы уже все Рассчитали Все знаем А так это Полноценно И это бывает Тяжелее Чем обычный Концерт А что еще будет В программе В какой Ну вот вечерний Восемнадцать Оль-Оль А Паникель еще Да Очень знаменитая Балетная музыка Насколько я вот Помню Ну и Минуэт еще Мы вроде Хотели Ну это да Это тоже самое Бах Конечно это музыка Знаете Мне После концертов Часто пишут Слушатели Кто-то прям в восторге Кто-то пишет Почему вы не усмиряете детей Они бегают Они шумят Мешают другим детям И здесь конечно Такая двоякая Сторона Что с одной стороны Кажется Что Должны стоять Какие-то Злые тетеньки Которые будут Всех одергивать Чтобы сидели на месте А другие То есть конечно кому-то мешают Есть дети Спокойные Которые могут И час выдержать И ходят с родителями Есть дети Которые Которым наверное Надо побегать Но так как это концерт Детский Для Концерта Для всей семьи То я вот лично Призываю Быть Знаете Какое-то слово Такое сейчас есть Толерантное В данном случае В данном случае Мне кажется Оно как раз Актуально Для Концерта Для всей семьи Что нужно понять Что не все дети Могут высидеть 45 минут Но в то же время Не нужно детей Этих детей Изгонять Из концертного зала Потому что Может быть Первый концерт В его жизни Он послушает Немножко суетливо И вот так будет Мешать другим А второй Третий концерт Он уже заинтересуется И будет Внимательным слушателем Я знаю Много непосед Которые Вот так Затем Вникали Дорогие друзья У нас Еще и будет 17 января В Домском концерт Прекрасная органистка Выступает Лариса Булова Тенор Юрис Висбулес Баритон Натаниэл Симха Раснач Флейта Дита Кренберга И Агланский Хор И в программе У них будет Произдение Баха Гуно А также Латышских Композиторов Гарут Эйнфилда И французского Композитора 20 века Оливье Мессиана Я вас приглашаю На концерты Классической музыки И сегодня У нас в гостях Была Флетистка Солистка Вятского Симфонического Оркестра Это город Киров Россия Елена Иванова Летягина До встречи На концертах Классической музыки До свидания До свидания